всем привет добро пожаловать на мой канал с вами снова Настя сегодня в видео хочу поделиться с вами радостью недавно обратила внимание на своих орхидейках вот такую вот закономерность при обработке одной из орхидеи она у меня стоит в другой комнате я ей протирала листочки раствором янтарина и у меня осталось довольно таки большое количество воды почему-то я бухнула много воды много янтарина в воду и так как получилось слишком так скажем концентрированная эту воду разбавила получилось у меня большое количество воды с янтарином чтобы так просто добру не пропадать я эту воду в конце потом полила на некоторые орхидеи и что вы думаете это просто чудо какое-то я уже экспериментировала на орхидеях да тем что поливала янтарином потом после этого удобряла через некоторое время потом снова и вода потом янтарин на удобрение в общем чередовала тем самым наблюдала за орхидеями будут ли они выдавать цветоносы но цветоносы конечно же по выдавали но это еще знаете не не такое доказательство было до того что это янтарин подействовал потому что все таки осень я смотрю у многих в этом году орхидеи хорошо так по выдавали цветоносы я как-то подумала думаю наверное скорее всего это тоже не действие янтарина но все равно я продолжаю сейчас удобрять некоторые орхидеи и в общем то к чему я веду потому что вот на эту орхидею это у меня орхидея yellow я вылила в том числе еще на другие остаток общем янтарина янтарин и как-то так она у меня уже на цветоносах была она просто она хотела пить посмотрела кого нужно полить ну вот это была не политая полила потом значит сладкая девочка была не политая потом подросточек какой-то и еще другие орхидеи а еще тарина на кухне стоит на кухонном окошке тоже покажу вам и в общем они же были у меня с цветоносами здесь значит у меня два старых цветоноса и два новых вот они не вижу что я снимаю так вот цветоносик один уже бутоны дует вот другой это новые все тоже уже будто на начал выдавать и вот на одном из старых цветоносов тоже . пробудилась тоже уже три бутончика мы видим я думаю наверное на этом все она решила и в общем после янтарина вы посмотрите еще одном старом цветоносе пробудилась почка и вы знаете я бы наверное подумал что это просто так но тут такая история так скажем пошла что после полива янтарином такое произошло не только с этой орхидеи но из вот этой это у меня монпелье тоже значит на сначала вот эту почку пробудила так интересно она уже и вот какую вырастила у нее также цветонос вот растет и еще старый цветонос вот покупной и вот на этом покупном начну на одну после янтарина она решила все таки еще вот эту почку пробудить то есть мне кажется янтарин делает свое дело не кажется я даже уверена далее сладкая девочка она растет в пазухе цветонос видно вам будет или нет нет наверно потому что там корешочек мешается и на цветоносе еще пробудила боковую это заметьте уже когда вот на этих особенно орхидеях до обратите внимание уже цветоносы большие обычно у меня как получается что просыпаются они все одновременно но примерно как бы например цветоносы проклюнулся тут же боковая почка через пару дней начинает работать а тут уже они видите довольно таки большие уже вот бутоны да вот на я лову например уже бутоны формируются тут раз и еще решил другой цветонос проснуться все таки я уверена что это действие янтарина вот так еще хочу пока снимаю быстренько показать как я подкармливаю не показать но в принципе все это знают хочу подкормить удобрением для цветущих некоторые свои орхидеи по листу все таки я думаю что вот это вот четыре цветоноса получается у я лу нужно бы ей помочь взяла я удобрение для цветущих вот этим я вам показывала вот как разбавлять все идет по инструкции поэтому я вам не буду это говорить стоять читайте инструкции все там черным по белому написано как применять в них вне корневой да и корневые ну ладно быстренько смотрите корневая подкормка 10 миллилитров перпората на один литр следовательно вне корневая 5 мл всегда в два раза 5 миллилитров на литр всегда два раза обычно никогневая подкормка идет более слабый раствор и просто сейчас я беру у нас пасмурная погода поэтому в пасмурную погоду я удобряю и днем когда солнышко светит я этого не делаю я удобряю через нижние стороны листа там пустится быстрее впитывают и сейчас немножко постоит лишнюю влагу я обязательно уберу то же самое я сделаю манпелье девочкой вот так вот я по листу удобряю я делаю это сейчас на внутреннюю сторону листа теперь конечно нужно тщательно проверить все пазухи где застоялась вода потому что с нижней стороны листа тоже все стекает где большие крупные капли немножко так обмакиваю чтобы они не стекали и обязательно я убираю летом очень классно после того как удобрение применили по листу да очень здорово открыть окно и проветрить а чтобы быстрее все это дело так скажем испарилась сейчас в принципе у нас отопление у всех включено орхидеи тоже быстро все пазухи просохнут сильного застоя не будет это процесс очень быстрый долго не заморачиваемся раз раз удобрили да вот вот это вот эти орхидеи сейчас покажу вам тарина так сейчас перед вами тарина вот смотрите у нее тоже уже дуются бутоны да и смотрите вот она вроде бы уже все получается куда ей да и после полива янтарином пробудилась еще одна почка проснулась и в общем то смотрите даже самое интересное что у меня обычно как если здесь вышел цветонос то следующее обычно выше уже а тут она чуть пониже даже пошла я все-таки уверена что это янтарин но знаете я я конечно не советую так делать потому что все таки раз уж орхидея свое время решила выдать цветонос то пусть она в свое время и как бы его растит тут мы конечно возможно может быть она сейчас больше бы сил потратила на этот цветонос а тут она пробудила эту этот цветонос и все силы тратит на него не знаю в общем сейчас также я по листу подкормлю вот дам силы можно немножко сверху на вот эти воздушные корни так шикнуть и точно так же сейчас немножко подождем и лишнюю влагу с пазок уберем вот в общем вот такой вот такая вот история у меня произошла в настя решила что добру пропадать да и полить остатками воды и получилась вот такая вот интересная ситуация но интересно интересно мне это очень интересно что скажете вы бывало ли у вас такое мне будет очень интересно вот полезно даже послушать почитать ваши истории и конечно же я надеюсь на ваши комментарии лайки если вам понравилось это видео ну а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо за просмотр всем пока пока до новых встреч